да интересно получается в одном улье слишком много трута и за основной доской сидят челки с пыльцой в другом улье слишком много прополиса начали они делать в большом количестве ну по другими ну и где много прополиса есть и зиме отпечатанный уже нормальное количество каждая семья уникально по-своему очень интересно за ними наблюдать впрочем и каждая пасека тоже она уникальна по-своему поэтому мой вам совет не гонитесь за кем-то или зачем-то будьте внимательны к своим челом делайте то что подсказывает вам сердце конечно мы учимся читаем книги там смотрим видео на ютубе и тому подобное но ответственность за своих чего несете вы поэтому главное если там слышите там уже кто-то мед качает выкачал вас еще нет нужно понимать что на разных территориях разные цветы разные породы пчел разная погода не расстраивайтесь что действительно быть довольным тем что ты имеешь за все благодарить бога не завидовать не обижаться прощать просить прощения у вас пасека уникально мне тоже уникальная пасека уникальная порода пчел профессор кашковский говорю о том что порода пчел зависит от тех цветов которые растут на данной территории поэтому сколько бы мы не покупали маток других территорий все равно на выходе будут именно те пчелы которые имеют именно те свойства которые смогут собрать нектар из тех цветов которые произрастают на территории поэтому не расстраивайтесь не гонитесь зачем-то за кем-то какой мой совет сам так поступаю раньше тоже нас этом маток искал и разной породы старые пчеловоды пасечники говорили на это бессмысленно я не понимал то о чем они говорили со временем тоже понял почему не так говорили мне не надо не бакфаста не карники не карпатка ничего крайне вот есть пчелы несут мед строят соты развиваются все еще надо